Здесь нет билетов с заранее прописанными местами. Сюда не нужно наряжаться и покупать программку. Здесь, прямо в центре Казани, на известном улице Бамана, но не там, где каждый день ходят тысячи жителей, а под землей в подземной галерее проходит показ эскиза спектакля петербургского режиссера Семена Серзина. И вы несу самому худейшему в своей жизни не остались от нас. И вы устанавливаете... Спектакль удивляет не только выбором места, но и своей основой. Семен Серзин и казанский драматург Нияз и Гламов создали действия на основе найденных архивных документов, касающихся частной жизни репрессированных деятелей искусства и науки. Это личные переписки и официальные документы. Так, например, ракурс той эпохи задают фрагменты трогательной переписки подростка и матери, разлученной в ходе репрессий. Важно, что тексты сохранили свой первоначальный вид и не были изменены, чтобы дать зрителю возможность услышать настоящий голос того времени. Формат про то, как можно делать такое некое путешествие, что ли, в то время вообще, в эту историю, чтобы вот эти люди, от которых остались только буквы, какие-то вот только бумаги, документы, письма, чтобы они ожили. И, да, поэтому вот родилась какая-то идея, я не знаю, как-то я для себя назвал, по этапу, как вот они шли, куда-то разрывались, терялись, и вот что-то будет такое путешествие и в прямом смысле. Режиссер впервые работал над спектаклем без артистов. Ведь здесь, находясь под главной Казанской улицей, каждый зритель становится полноправным участником тех страшных событий, читая письма людей, которых уже нет живых. Для меня это было тоже непривычно, потому что нет никаких репетиций с артистами. Больше я занимался такой исследовательской работой. Не я, Сыгламов, он сначала вот копался в документах, в архивах, которые, в принципе, никогда еще не были, нигде не поднимались, да, искал какие-то истории. Вот, потом уже приехал я и тоже ходил в музей Аксенова, ездил в Сфияшск, и вот каким-то образом мы вырабатывали эту историю. Голоса репрессированных зазвучали в эскизе спектакля в унисон с другими работами режиссеров, участников молодежной лаборатории «Город артподготовка», который прошел в Казани уже в третий раз. В этом году в третью столицу России представить свои работы приехали режиссеры из Швейцарии и Италии. Казанские драматурги и режиссеры и в дальнейшем планируют создавать подобные площадки для реализации творческих идей для всех неравнодушных к современному искусству. Анастасия Иванова, Ленар Довлетяров, Универньюз.